Всем привет! Сегодня мы будем прошивать модуль ESP8266 прошивкой DeviceHive. Для этого мы используем новые модули, немножко проводов и сделаем все это прямо сейчас за буквально считанные минуты. Что нам потребуется соединить? Это модуль ESP8266, блок питания и конвертер USB в TTL. Итак, давайте все это соединим. Для начала подключим к источнику питания при помощи минуса в виде земли и плюса. Подключать будем к источнику напряжением 3,3 вольта, потому что больше на этот модуль давать не стоит. Затем подключим две примычки, которые разрешат микросхеме работать в принципе и скажут микросхеме, что мы будем использовать внутреннюю флеш-память модуля. Затем мы возьмем USB конвертер и подключим его для того, чтобы мы могли прошить и настроить наш модуль. У нас здесь всего три провода, один из них это земля и также RX и TX. К модулю нам нужно переключить RX и TX перекрестно, то бишь от конвертера RX пойдет к TX ESP. Все, подключив этими тремя проводами, мы подключили конвертер. И один дополнительный провод нам потребуется на начальной стадии прошивки для того, чтобы сказать модулю, что мы сейчас будем прошивать прошивку, и ему нужно включиться в режиме перепрограммирования. Все, в таком виде мы теперь подключаем модуль к компьютеру и подаем питание. Теперь возьмем архив, который можно скачать у нас на GitHub в репозитории ESP8266-FIRWARE, распакуем его в какую-нибудь папочку и запустим оттуда утилиту ESP Flasher. Утилита автоматически обнаружит модуль и начнет прошивать его прошивкой DeviceHive. Данная утилита собрана для операционных систем Windows, Linux и OS X, так что пользователи всех трех операционных систем могут с легкостью перепрошить свой модуль. Также в комплекте с прошивкой в архиве находится утилита ESP-терминал, которую мы сейчас будем использовать для того, чтобы сконфигурировать модуль. Прошивка почти завершена. И как только мы прошьем прошивку, нам нужно будет убрать наш фиолетовый провод. Все, прошивка завершена. Отключаем фиолетовый провод для того, чтобы не дать модулю больше войти в режим перепрограммирования, нам это больше не потребуется. Закрываем окошко с прошивальщиком, открываем терминал. Все, мы подключились к терминалу ESP-8266. Это, по сути, обыкновенный Unix-like терминал с автодополнением, с историей. Так что пользоваться им довольно привычно. Список команд можно увидеть, введя команду help. Команд пока что немного, но нас интересует конфигурирование модуля. Так что запускаем утилиту конфигура. Мы заранее ввели имя Wi-Fi сети, пароль для Wi-Fi сети. Теперь нам нужно указать адрес девайс кайф сервера. Мы тоже его прописали. И теперь мы должны указать пару девайс ID и девайс K, которые будут использоваться на сервере для идентификации данного конкретного устройства. Устройство само зарегистрируется на сервере, и больше по этой паре ключ-пароль никто не подключится. После введения параметров устройство перезагрузится, и мы можем зайти в утилиту DMS, чтобы посмотреть отладочный вывод. И, как мы можем видеть, мы успешно подключились к серверу. Все, теперь конвертер USB-to-TL можно отключить от модуля и использовать модуль как самостоятельное устройство, которому требуется всего лишь два провода питания для его существования и работы. Итак, давайте теперь зайдем в админку девайс кайфа. Она пока что пуста, но мы можем обновить страницу и увидим на обновленной странице то, что у нас появилось устройство, которое мы только что настроили. Теперь мы можем зайти в детали, в закладку команды и ввести простенькую команду GPIO в write. В качестве параметров мы передадим маленький JSON, в котором напишем, что единичка, то есть порт GPIO должен перейти в состояние 0 и нажмем кнопку push. А теперь смотрим на сам модуль. Загорелся фиолетовый светодиодик. Теперь можем скопировать и передать вместо 0 единичку и светодиодик поток. Можно так все время его включать и выключать. То бишь фактически команды проходят из клауда через Wi-Fi на данный модуль и он их исполняет. Всем спасибо, оставайтесь с нами. Будет еще много чего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!